Что важно при изучении иностранного языка? Грамматика скажете вы, и, конечно же, вы будете правы. Но есть ещё один аспект языка, который не менее важен. И сегодня я хочу уделить ему должное внимание. Кто меня ещё не знает, меня зовут Людмила, и я обучаю детей с рождения английскому и их родителей. Поэтому мой блог о английском языке. Подписывайся и погнали! Итак, первое, на что обращается большое внимание при изучении английского или любого другого иностранного языка, это, конечно же, грамматика. Мы запоминаем грамматику, мы изучаем правила, и когда мы говорим, мы всегда думаем о грамматике. А какое здесь время? А правильно ли я поставил форму? То есть грамматика, грамматика, она везде. Но, конечно же, есть ещё один момент, который не менее важен, и это произношение. Чёткое, ясное и правильное произношение – это залог вашего успеха. То есть, если вы немного некорректно произнесёте слово, человек может вас не понять должным образом. Например, так безобидное «шип» может превратиться в «шип», а вы всего-то видоизменили один звук. Мои взрослые студенты часто жалуются, что они не могут запомнить слово, что на какой-то вот сложный такой на язык не ложится. На самом деле секрет в произношении. Научившись правильно и корректно произносить слово, вы увеличиваете свои шансы на то, что вы сможете запомнить это слово быстрее, на то, что вы сможете начать его употреблять. И, конечно же, время от времени я слышу на уроках такое, что «Ну что я должен повторять?» «Ну что-то я повторяю, как попугайчик». «Ну это что-то как-то прям нелепо». Нет, это не нелепо, это правильно. Сегодня я дам вам методику, способ запомнить слова быстро и начать их употреблять. И, конечно же, эта методика завязана на произношении слов. Итак, первым делом, что вам нужно сделать, это выбрать слово или слова, которые вам нужно запомнить. Давайте начнем с одного слова. Добавляем слово «грэб». Грэб – хватать, брать. Второй пункт, который важно пройти, это, конечно же, убедиться в том, что вы правильно произносите слово. Здесь в помощь вам придут онлайн-словари. Например, вы можете пользоваться словарем Oxford, Collins, ну или Macmillan. Вы вбиваете свое слово, вам выдается его значение, примеры, и, конечно же, там будет произношение, как британское, так и американское. И здесь вы часто кликаете на значок и слушаете, 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 и стараетесь воспроизвести. Третий пункт. Для того, чтобы запомнить это слово, вам нужно его произнести 20, 30, 40 раз. Но самое важное, что вы произносили это вслух. Вам нужно громко, четко произнести. Но, конечно же, знать одно слово этого недостаточно. Нам нужно знать, как оно употребляется, в каких ситуациях, в каком контексте мы можем встретить и употребить данное слово. Поэтому, опять же, мы возвращаемся в наш онлайн-словарик и смотрим на примеры, которые нам предлагает словарик. Эти четыре пункта помогут вам запомнить слово. Запомнить слово и начать его правильно произносить. Последний, пятый пункт – это введение данного слова в свою речь. Ну, конечно же, вы можете заучить какие-то пару примеров из словаря, но какая вероятность, что вы будете реально их использовать? Никакой. Поэтому вы составляете свои 3-5 предложений с данным словом в своих ситуациях, которые вы встречаете вокруг, как в тех ситуациях, в которых вы бываете. То есть вы таким образом связываете слово и свою реальную жизнь, чтобы у вас была какая-то связь. Ну, например, вы можете предложить своему другу пойти выпить кофе. Let's go grab some coffee. Do you want to grab some coffee? Ну, или на прогулке с детьми вы можете сказать «Хватай, хватай свой самокат!» Grab your scooter and let's go. Grab your scooter. Ну, а для того, чтобы сделать свою речь более беглой, говорить «Grab your scooter», Grab your scooter. Let's go grab some coffee. Вам нужно это предложение тоже повторить не менее 15 раз. Начиная с самого медленного темпа. Grab your scooter. Grab your scooter. Grab your scooter. Grab your scooter. Таким образом, ваш артикуляционный аппарат, он привыкает к проговариванию данной фразы. И чем больше раз вы скажете данную фразу, тем проще ее будет вам в дальнейшем говорить. И да, пускай многие думают, что повторять это глупо, но без этого никуда. Именно многократное произношение слов и фраз помогает делать нашу речь более музыкальной, более красивой и более беглой. Ну, а если у вас есть какие-то свои лайфхаки, как запомнить слово и начать его применять, буду рада, если вы поделитесь в комментариях. Ну, а с вами была Людмила, мама двух билингвов и коуч по английскому языку. До встречи!